Телеканал КРТ представляет Теперь на лидерство в крупнейшей партии Сразу 4 кандидата Наиболее естественный Циррих Мерц В начале нулевых Лидер фракции ХДС в Бундестаге Ныне крупный бизнесмен Который в декабре 2018 года Набрав 48% голосов на съезде партии Лишь немного уступил Крамп Каренбауэр Вашингтон делает ставку На Йенса Шпана Министра здравоохранения Германии Ему благоволит Экс-посол США в Берлине А ныне исполняющий обязанности Директора национальной разведки США Ричард Грена Шпана и Гренела сблизили Консервативные взгляды И нетрадиционная ориентация При этом Шпан вышел замуж Официально А Гренел просто обзавелся партнером Но эти 4 мужика Прекрасно дружили с семьями Шпан является сторонником блокирования ХДС с правоконсервативной Альтернативой для Германии И этот альянс активно Поддерживал посол Гренел Несмотря на категорическое Неприятие его ангелой Меркель Точкой сборки традиционных И нетрадиционных консерваторов Германии сегодня является Исламофобия Первые считают, что мигранты Мусульмане угрожают Традиционным ценностям Вторые, что нетрадиционным Что касается мусульман То у них весьма поучительная история О пророке Луте Которого мы знаем как Лот Изложена в Суре Аль-Араф Несколько неожиданно Свою кандидатуру выдвинул Председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Редген Ранее не отличавшийся столь серьезными Политическими амбициями И вполне ожидаемо Одним из претендентов стал Премьер-министр самой крупной земли Северный Рейн Вестфалия Армин Лашет Об изменениях в политическом спектре Германии И шансах потенциальных преемников Ангела Меркель Мы поговорим с медиаэкспертом Владимиром Лариным Добрый день Владимир И первый вопрос Насколько изменились рейтинги ХДС, ХСС и социал-демократов Которые вот сейчас составляют коалицию Со времени выборов до нынешнего момента Ситуация конечно изменилась Очень сильно и кардинально Потому что когда доминирующие демократы ХДС, ХСС начали стремительно терять свои позиции А скажем зеленые Ввиду трендов современности Начали идти вперед Ну в первую очередь Связано с чем на мой взгляд Связано с тем что Сторонники традиционных ценностей Германии Те кто голосовали за демократов Это большей частью старшее поколение А сейчас в политику активно Начинают вступать молодежь Причем начинают вступать Не столько по осознатности А сколько благодаря тому Что им диктует медиа Сейчас в целом во всем мире есть тренд Ко всему что связано со словом эко И поэтому партия становится трендовой И здесь знаете даже потому что Наверное многие не читали программу этой партии То есть я бы даже провел наверное аналогию с тем Что было у нас когда-то на Майдане Когда сторонники евроинтеграции скакали Ожидая европейские зарплаты Ну а получили все знают что Поэтому молодежи важно помнить Что если есть желание бегать И собирать крышечки по мусоркам Для того чтобы их куда-то сдавать Переработывать Должна быть промышленность развитая Для того чтобы эта промышленность Могла перерабатывать эти крышечки Для того чтобы делать какие-то новые Полезные вещи Поэтому важно все-таки вчитываться в программу И думать более глобально Насколько что важно для страны Кроме экологии Интересно то что при этом Рейтинг альтернативы для Германии В принципе остается неизменным Вот там по-моему бывает отклонение Прежде 2-3 процентов Хотя если посмотреть даже по каким-то местным выборам То зачастую набирает большинство Потому что немцы все-таки Разочаровались тем курсом Который вели демократы Где я имею ввиду этой эмиграции И кроме того что альтернатива для Германии Не только говорит о миграционной политике Они также говорят о наболевшем О том объединении Германии Которое в принципе до сих пор не состоялось И вот этой во многом социальной разницы Потому что например в восточной Германии Там даже пенсии получается гораздо ниже Чем в ФРГ бывшей То эти вопросы остаются по-прежнему актуальны Рейтинг СТПГ просел по-моему у нас тоже На сколько-то там Порядка 5-7 процентов Вот правда могу чуть-чуть Сейчас в районе 14-15 процентов Но это просто катастрофа Которая вообще никогда в истории не была Ну послевоенной Варианты с кем блокироваться Ну это фактически разные альтернативы Развития Ну будем говорить пока про ХДС И вот в связи с этим А какие позиции отстаивают потенциальные кандидаты После того как линия Меркель Ну судя по всему Пресеклась с уходом Аннегрет Со своего поста Я все-таки делаю ставку на Мерца Потому что сейчас Во-первых Ну человек с историей Большой в партии Да во-первых я сразу отбросил бы Норберта Как технического фиктивного кандидата Который в принципе ничего не изменит Поэтому сейчас есть Либо повторить традиционный курс Меркель Если мы говорим об Армине Либо же уйти кардинально в сторону трансатлактики Вот чем может быть на самом деле Мерц опасен на мой взгляд Своим Очень-очень Про некоторым Про американским вектором Тем более опять же Поговаривают про то Что он имеет и теневые источники Финансирования С той стороны Потому что он очень крупно Его пиарит медиа И скажем так Компромат на него особо Таковой считается Что на него нет никакого компромата Но например Чем может быть опасно Что в этом случае Германия может очень сильно Открыто даже поддержать Америку в какой-то ее агрессии В каких-то вторжениях Это может быть просто тотально Благодарю вас за разбор ситуации Это был Владимир Ларин Медиаэксперт